В Москве прошла agile конференция с топ-менеджментом крупных компаний, которые представили свои кейсы с применением agile подходов. Это методология, которая позволяет создавать продукт с учетом постоянных изменений к требованиям. Концепция появилась в 2001 году в США. Группа IT-специалистов создала манифест с описанием принципов разработки программного обеспечения в противовес устаревшим подходам. Среди них акцент на мотивации сотрудников и фокусирование на результате. Есть в корпоративных, особенно крупных организациях культуры армии. Agile – это про культуру семьи. Это было общее решение корпорации о том, что мы идем в этот подход. То есть мы сохраняем в том числе элементы классического проектного управления там, где задачи требуют классики. Но там, где нужна скорость рынка, клиентская отдача, мы осознанно пошли в эту историю. И поэтому в бизнесе этого много. Сейчас мы обсуждали, что порядка 30-40% команд уже работают в этом формате. Просто в каких-то направлениях этого не нужно. Это как раз такой баланс между тем, чтобы просто не пойти всем, просто потому что это модно. А там применять где-то необходимо. В настоящее время принципы гибкого подхода распространяются в том числе ритейле, промышленности, банковском секторе. Хотя на первом месте по-прежнему остается IT-разработка. На протяжении всего дня участники конференции обсуждали, как Agile применяют в российских компаниях и госсекторе. Мы хотели рассказать наш опыт внедрения визуального конструктора услуг. Это фундаментальная реформа, связанная с госуслугами, которая как раз уходит от бюрократии, приходит к здравому смыслу. Мы вводим наш алфавит, новый язык, язык госуслуг. Мы даем инструмент, с помощью которого можно работать. Мы убираем все эти рудименты, которые были у нас раньше. Это технические задания, это контрактование. Делаем все очень и очень простым, понятным, что позволяет вводить услуги за считанные дни непрофессионально подготовленным людям с точки зрения IT. По словам участников конференции, философия Agile проще приживается в небольших компаниях. В российских крупных организациях этот подход активно развивается последние 10-12 лет. Концептуально в крупных компаниях можно выделить несколько базовых подходов. Один из них называется «Подход большого взрыва», когда мы выбираем достаточно большой периметр в компании. Например, розничный блок. И начинаем практики внедрять широко. Но можно пойти и эволюционным путем, когда выбрать небольшое подразделение, например, продуктовый отдел, потеки, дальше принять решение о масштабировании. Согласно Agile-манифесту, взаимодействие людей важнее автоматических процессов. По мнению участников мероприятия, уход от бюрократии и гибкость в управлении приведет к новой для компании философии ведения бизнеса. Субтитры создавал DimaTorzok